Сегодня экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем. Противодействие распространению идеологии терроризма, проявлений экстремизма и негативного отношения к представителям других национальностей и религиозных конфессий, духовно-нравственное воспитание молодежи на основе национальных и религиозных ценностей. Эти вопросы были обсуждены в рамках работы «Круглого стола» при антитеррористической комиссии муниципального образования Кашхабльский район. Мероприятие прошло под руководством главы района Заура Хамирзова с участием заместителя председателя Комитета по делам национальности, связи с отечественниками и средств массовой информации Константина Щербакова, начальника отдела Центра по противодействию экстремизма МВД России по Республике Адыгея Рамазана Гутова, заместителя председателя Духовного управления мусульман Республики Адыгея Краснодарского края Азамата Хуштова, члена исполкома Международной черкесской ассоциации и общественного движения Адыгахаса Черкесский парламент Республики Адыгея Аслана Цекушева. Присутствовали также члены антитеррористической комиссии района, представители религиозных и общественных организаций, работники управления образования и культуры. На повестку дня было вынесено 4 вопроса. С докладом о проводимой в районе профилактической работе в этом направлении выступил руководитель районной администрации Заур Хамирзов. В целях реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 года в администрации муниципального образования Кашхаблиск-Район реализуется муниципальная программа профилактика правонарушений муниципального образования Кашхаблиск-Район на 2023 год и комплексная программа муниципального образования Кашхаблиск-Район профилактика терроризма и экстемизма на 2023 год. В целях создания программы отражены направления на гармонизацию межтехнических отношений, укрепление молодежной судьи атмосферы межтехнического согласия и толерантности и допущение создания и деятельности националистических и экстемистских молодежных группировок, уменьшение проявления экстемизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. На реализацию программных мероприятий в 2012 году было заложено 150 тысяч рублей, которые были направлены на антитаристическую защищенность объектов образования и на изготовление социальной рекламы, направленные на профилактику межнациональных отношений и противодействия терроризму и экстемизму. О состоянии межнациональных, межконфессиональных отношений в Республике Адыгея и практике взаимодействия с религиозными и общественными организациями региона рассказал заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по делам национальности, связям с отечественниками и средств массовой информации Константин Щербаков. Садокладчиком по данной теме выступил заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Азамат Хуштов. Наибольшие угрозы распространения идеологии терроризма, о которых мы сегодня и говорим, связаны, конечно же, с использованием экстремистскими организациями, террористическими организациями сети интернет для организации скрытых каналов связи и пропаганды преступной деятельности. Как отмечал в своем докладе Владимир Владимирович Путин на коллегии ФСБ в феврале 2023 года, что сегодня сильно необходимо продолжать эту непрерывную работу по противодействию пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, идущей через интернет и социальные сети. В рамках реализации госпрограммы укрепления международных отношений и патриотического воспитания проводятся и изучаются лекции по указанной тематике в молодежной среде. В прошлом году охват слушателей составил более 3000 студентов и школьников, в текущем уже 2120. Кстати говоря, в Кашихабльском районе в 2023 году проведены 42 лекции. Это провели специалисты общества знания по нашему заказу. Провели они в школе номер один Кашихабль, в школе номер три АУ «Егурухай», с четвертой школы Хачемзи, с школы номер пять АУ «Прищепсин», шестая школа Дружбинского поселка, Хутро-Игнатьевский из школы 10-я и с Силоны Требова восьмой школе. И интересна практика совместного проведения таких занятий, лекционных курсов с представителями совета ветеранов, с представителями органов прокуратуры района. Они подключались, и то же самое, если лекторы говорили о теме с точки зрения научной, то работники прокуратуры показывали тут же, что же может случиться, если этим пренебречь. Как отметили докладчики, особенно важно проведение профилактической работы в молодежной среде, так как в силу целого ряда причин молодежь является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных асоциальных и криминальных групп. Также актуальна проблема влияния средств массовой информации на подростков и молодежь. Через СМИ оказывается влияние на чувства и эмоции людей. Именно это может стать фактором зарождения и развития экстремистских и террористических настроений и наклонностей. Вопросы комплексного подхода в реализации мероприятий по пресечению и профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде разъяснил начальник отдела Центра по противодействию экстремизму МВД России по республике Адыгея Рамазан Гутов. По итогам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности граждан и уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде.